Продолжаем проходить FIFU 20 за FOSFORT CITY И у нас разряжаются джойстики, это очень обидно, как всегда у меня и бывает Ну ладно, переходим к составу, как он разрядится, мы его переключим Но пока он действует и работает Давайте посмотрим, что у нас по поводу состава И может уже играть в этом матче Я только вот так вот сделал, поменяю его и все Вратарь пускай тоже посидит у нас этот запас, а этот пускай поиграет у нас в матче Секунду продолжим дактировать Так, про левый полузащитник у нас более уставший Давайте его освежим передим полузащитником Все, нормально Состав мы выбрали, который будет у нас играть и переходим к матчу У нас осталось сколько получается? 16 игр, да? Но могу ошибаться Тут 24 команды 23, ну да 46 игр, 30 и 31 тур получается у нас И у нас осталось 46 игр Ну 16 игр, считаясь этой игрой А там пойдет у нас уже подготовка к следующему сезону Мы уже подписали не трех игроков Заранее С этими зарплатами У нас за мной 4 Ай, блядь 4 игрока уходят Значит, переходим к матчу И слушаю лучших комментаторов Мягко говоря Не самые простые условия сегодня для игры Но не отменять же такой матч Меня зовут Георгий Черданцев И сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем Смотрим мы сегодня в прямой трансляции Игру чемпионат Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол Потому что нападение у тех и у других очень неплохое Ну и забегать вперед, разумеется, не будем Просто давай будем в ожидании хорошего классного матча с забитыми мячами Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны Команда целенаправленно играет вторым номером Отдавая сопернику мяч и инициативу Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике Бля, погода фиговая, матч будет Такой состав будет с первых минут на поле у гостей Очень сбалансированная расстановка без явных слабых сторон И можно перестроиться по ходу игры Команда целенаправленно играет НО! 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 Поехали! Популярные, да? Блядь, обманул меня, представь себе! Удар, у них первый удар! Перехват! Ну давай, беги, блядь! Его закрыли полностью, блядь! У нас почти стартовый состав! Интересно, куда дальше мяч пойдет? Пас на ход, может быть, интересно! Монент для удара! Блядь, переклад... Ой, штанга! Руни мог забить гол, только что, блядь! На седьмой минуте мог Руни забить гол, но, увы, у него ничего не получается! И удар был... Штанга! Еще один удар! Еще один удар! Что, офсай, что ли? Какой навек офсай, блядь! Рикошет был от вратаря! Да, суперский офсайд! Скушется, суперский! К этому матчу гости подошли с рекордом лиги по выездным иглам! Да, 10 минут! У нас оно поражение! 15 возможных они одержали! Это, я вам скажу, превосходный результат! Очень умею, но защита останавливает эту атаку! Сейчас будет перехватывание, надо думать! Бля, нифига мы! Оно поражение у нас гостевой! Всего же оно гостевое поражение! И тут они, она, разматывают нашу защиту! Хороший удар, но врата тут справляется! Один гостевой поражение! Ёбки мать! Значит, все остальные я в доме проигрывал! А вот это, порой-то я не ожидал! Блядь! Отнял, но мяч, можно сказать, выбил! Как вариант продолжения напрашивается на вес! И от них уходит мяч! Замечательно просто! Бля, погода фиговая! Из-за этого, может, и матч будет не очень интересный! И плюс! Вот, по флангу даем пас! Обратно! Даем! Бля, хорошая задумка была! Ну, это не топ-клубы! Чтобы так вырабатывать! Даже не чемпионат-шип! Чтобы, блядь, делать тут все как естественное! Так, мяч уходит от нас, да? Да, от нас мяч уходит! И они начинают игру снова! И теперь их атака производиться будет! Ну, нет, они хорошо играют! Мне нравится игра! Противник, и тут хороший пас у них произошел! Соперник играет! Ну, тут, блядь, справляется наш спокойно! Блядь, бегайте вы как, блядь, старики нафиг! Активная оборона, это явно не про них! Они ждут, когда соперник... А, блядь, точно не пас! Снова перехват! И снова они с мячом! Бля, хорошая переправа! Но только игрок их не успевает! Нет, будет аут! Игрок их не там не успевает! Это он мячу! Ну, афсайта нету! Блядь, теперь есть афсайт, а! Не успел! Не успел, не успел! Игрок афсайта не успел! Казалось, подвод потеряет, но получается мяч сохранить! Удар! Как здорово он голкипера подстраховал тут! Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола! Красавец! Руни! Бля, Руни у нас с мячом, но он среди бомбардиров все у нас до сих пор находится в борьбе! Но забить пока не забивает! Есть шансы в атаке, пока она продолжается! Блядь, ну вот Руни дал, как дал пас! А тут хороший шанс для Руни! Отлично сыграно! И мы еще нарушаем, оказывается! Хороший пас! Мы успеваем за мячом! Опять наш игрок не успевает за мячом! И тут хороший перехват! И мяч, ну... Есть! Перехватили! И что дальше тут будет? И разрезающий пас на ход! Ну тут гол должен быть! Нет, гола! Увы, гола нету! Что будет? Удара... Ой, отточил головой! Блядь, желтый еще дарит нашему игроку! Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое! Да, и очень здорово разобрался арбитр! Не стал останавливать игру, дал доиграть эпизод! И после только остановки, но матча выписал желтую карточку этому игроку! Ну, что он может сказать? Замечательно! И прямо в центр штрафтой! Руни желтую получил! Я не замечу, это Руни был! Можно навесить сейчас! Да, можно было, а то кто-то не дал никакого! Отдает он мяч партнеру! Хороший пас! Играет в пас команда! Навес не получается! Пас! Снова пас! И тут Руни с мячом! Хороший удар! Ну, оттаревают, таскуют этот удар! Блин, там дочка такой, блин, нормальный, прилично идет! И вот даже лужи видны! Ой, блядь! Ну, прям вратаря, можно сказать, удар был! Ну, мы рядом были! Могли бы и забить этот гол! Но, ну, угол у нас ничего не выходит! Идет штрафной мяч и забирает эту вратарь и убивает мяч! Наш игрок успевает, захватывает мяч! Хорошо, он с мячом вперед идет! Руни с мячом! Ну, ему не дают ударить! Ему не дают ударить! Ему и со мной с мячом! Катают они мяч! Играет он на партнера! Удар по вороту, ну, прям вратаря! Снова! Ну, что, убивает мяч и все! Свисток, первый тайм, законченный счет у нас 0-0! Мяч оставил прям здесь! Хоть судеба отдал, брат! Ну, пока игра не идет! Пока не идет! Пока по нурям у нас! Желтая каточка уронит! Очень плохо! Если еще вторую желтую получит, у нас получит! Красная! Блядь! Отняли, блин! Вернули! Отдает он передачу! Блядь! Мяч ушел слишком далеко от него! Отдохнул он! Че, был свисток? Какой офсайт-то, блин? Полностью с тобой согласен! Офсайт, как говорится, судья всегда прав, хотя ситуация неоднозначна! Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет! Офсайт! Блядь! Даже, может, на это не посмотрит, нифига! Потом он там не взял его в мяч! Ой, блядь! Блядь! Упал! Я себе купил право событий! Руни! А, блядь! Хороший пас обратно через очко! Пас за пасом! Следует много передач! Хороший пас! Руни! Блядь! Не успевает нам Руни обратно дать пас! Зачем проигрывать багу с защитником! И тут у нас контратака, возможно! Здорово! Сейчас может контратака пройти! Очень хорошо сейчас в контратаке сыграла защита! Грамотно перестроились игроки! Все! Закончилась контратака ваша! Они не завладели мячом! В нашей очереди нам до контратаки тут не будет! Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле! Хороший пас! Блядь! Бегает пиздец! На тоненького! Блядь! Хороший был такой пас! А, какой хороший был пас! Хороший пас! Какой был прекрасный пас! И что дальше тут будет? Дам, дипит был! Точно сыграно! На фланге мяч перехвачен! Пока держим мяч! Руни! Руни! Слишком глубоко ты находишься! Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать! Вижу я его забег, но только я не могу ничего сделать! Блядь! Отлично защитник играет! И тому, и не успеваю дать за этого... За этим игроком не успеваю сделать ничего! Водит мяч у них! Хороший пас на вход! Блокирует удар! Ай, брять! Удар не получается и мы теряем мяч снова! Их на штрафон! Давайте зайдем! Кого можно заменить? Попробую посмотреть! Это игру! Что-то у нас вообще просто... Может не бегаешь ты никуда? Что-то слишком-то свеженький у нас! Давайте ЦАПа поменяем! Подочнее, давайте учить ЦАПа не будем менять! ЦАПа у нас останется! Только ру не поменяем! Он ничего не сделает в этом матче! Может даже фиг узнает! Меняем только тебя! Нападающий! У него желтая карточка все-таки! Я не хочу сильно рисковать им! И скоро на поле появится новый игрок! Замена в команде гостей! Да, он уже готов выйти и ждет разъезнования! Так, два игрока будет как раз! Нихуя себе вот это пора событий! И мы теряем гол! А чумень мы пропускаем! Господа, пропускаем! Вот что бывает, когда игрок не боится брать на себя игру и смело идет в обводку. Такие моменты начисто деморализуют противника. Да, смелость города берет, хотя в данном случае, похоже, город сдался без боя. Поздравляем его с третьим голом! И это все же третий гол не отчуметь! К замену у нас уходит игрок с желтой карточкой. Абсолютно понятное решение тренера. Один-ноль в нашей игре. Четверть часа еще играть команду. Да бля, ну почему ты не побежал-то, а? Может, даже боялся на обсаде быть? Скорее всего, так он и есть. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Неплохо. Сейчас команда контролирует мяч. Блядь. Не успевает за мячом он. Но он чувствуется, что бой свежее, этот игрок. Чем руни, руни, что-то вообще был. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Бля, нам надо атаковать, господа. Это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать. С умом он мяч. Бля, пиздец мяч! Ну, ты что-то ударил-то как, не знаю как, а? Отчуменно просто, блядь. Такой момент мог быть, а? Бля, пропускаем гол. Это может и быть поражение как раз для нас. А может, еще нет. Еще шансы у нас есть. Время еще есть. У-у-у, 7 минут до конца времени. Мы за мячом успеваем. Мяч у нас. Я так понял, они в оборону ушли. Совсем мало времени до конца игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! И открывается партнер под атаку. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Блядь, ну как так можно тут был не забить? Как? Как тут можно было не забить? Как? 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 А, тут еще надо бить самому было. Кто-то за мной забил бы или не забил. Надо бить этому игроку. Нафига я фасы-то начал делать, а? Сам себе яму копаю. Катают они мяч. И как он дальше мячом распределится? Блядь, не успевает мяч обратно вернуться в центр. Двину добавляет, дополнится времени. Очень мало времени для нас. Да блядь. Все, даже атаку нам не дает. И мы проигрываем в этом матче. Увы, очень плохо. Но делать ничего не сделаешь. Потом не выберешься. Ну, не надо посыпать голову пеплом. Ничего страшного не произошло. Впереди еще много матчей. Надо верить только в лучшее. Вот так вот, господа. Проигрываем в этом матче. В последний момент мог бы забиться на самом деле. Давайте посмотрим, что сведения. По повышению сведения у нас 1-0. Удары 4-7. Удары створ 3-4. Владимир Юрьевичу 37-43%. По мячу 7-3. Нарушения 0-2. Желтых 0-2. Обсады 0-4. Углавы 0-2. То, что удары 75-57%. То, что пасы 79-91. Значит, мы неплохо показывали свой матч. Ну что, переходим к тренировочкам. Ну, с нами, конечно, по очкам сравнялись. Так, тренировка, тренировка. Вот этого, да, я качаюсь, не ошибаюсь. Я? А так фигу узнают, бля. Да, надо каких-то думать из этих... Кого брать? Скорее всего, вот это будем брать. Я все, в основном, не знаю, как 15 лет. Не знаю, вот этого надо отказываться. А, вот и у нас разрядился, наконец-то, чёстик, который я ждал очень долго и долго. Да, он разрядится. Вот мы снова здесь. Замечательно. Просто так тяжело берём. Так. Значит, и вот тоже можно подкачать бы. Вот цап, блин, наш основной. Так, центральный защитник. Ты у нас будешь качаться, продолжай, только 500 тысяч ты стоишь очевидно. Такие маленькие деньги. И левый защитник. Ну чё, продолжаем дальше. Так, повышение у нас никто не получает, очень жаль. Да, по очкам у нас сравнялись. Даже третье место слишком близко к нам. К нам даже и близко, и четвёртое место. И в следующем матче мы проиграем, мы можем даже опустить, наверное, четвёртое место. И может догнать пятое место. Ух, бред, таблица-то слишком близко здесь. Всё тут слишком близко, на самом деле, скажу честно. Очень близко. Думаю, хотя бы три первого места хотя бы разделится. А нет, подобного такого нету. У нас всё равно всё здесь слишком близко. Ну, давайте посмотрим, что за удомление нам пришло. Так, тренер полностью восстановился. А, ну ты восстановился, тренер полностью восстановился. Перелом стопы в порядке. Надеюсь, вы вернёте меня состав сегодня. Ты вернёшься, но постепенно. Хорошо, что ты поправился. Я буду постепенно пройдить к тебе основу состава. Замечательно. И тут входные, тут обновления. Вижу, это молодёжка наша из Англии. Я тебе отказываюсь. В любом случае тебе тоже самое, не особо хороший. Ну, тут тоже самое такая ситуация. Часы воротари у нас. Ладно. Так, что у нас ещё здесь? Трассивный окно закрыт. А что тут у нас был какой-то там, отчёт какой-то, не помню. Ну ладно, нет, как нет его. Не особо важно. Ну что, переходим к составу, который у нас состав будет входить. Давайте попробуем всё-таки его выпустить. Да, тебя. Тебя. Ты у нас пропустил гол, тебя мы домой. Тебя выпустим. А что, ты у нас доволен, почему-то это слишком странно. Поменяем тебя. Так, подожди, это у нас правый, да? Ой, левый пол, зачем? Тебя выпустим, пускай ты у нас играешь. Ну всё, меня больше ничего не будет, пока пускай они двое там будут по центру бегать. Может они что-то не будут изменить, что-то поменяется. Не знаю. Но нам надо в этом матче побеждать, это в любом случае. Мы играем дома, это очень хорошо. Переходим к матчу, но только этот матч я не буду записывать, увидимся в конце лучших моментов этого матча. Ну что, господа, мы снова здесь. И наш из Индии забивает гол. Только недавно вернулся из травмы. И он первый гол забивает после травмы. И они всё-таки забили. Счёт в матч открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Вратарь не успевает к этому удару. Продолжаем дальше. На 29-й минуте мы пропускаем гол. Через одного игрока атака. У нас счёт становится 1-1. Хороший удар головы. Сыграли момент и смогли сравнять счёт. Молодцы. Ну что, продолжаем дальше. На 33-й минуте только наш нападающий за арендой, который в один день у нас находится, сбивает гол. Но ему просто повезло здесь, ошибку сделал центральный защитник. Выводит команду вперёд, наконец-то они всё-таки сбили. И сбивает он с этим мячом. И воплотить своё преимущество в гол. И ещё один гол на 44-й минуте. И это шанс, забивай! Что-то всё в один угол. Всё в один угол у нас. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Всё-таки надо будет забивать уже два мяча. Хороший удар. Так, дальше. Это было перекладина. Я случайно нажал на эту кнопку. И у меня такая ситуация получилась. Слава богу, мы тут не пропускаем. Гол. Вот даже один. Пик с ним. Вот такая у нас ситуация. Такой прекрасный был удар. Слава богу, это выше было. Прям повезло мне. И в 80-й минуте ещё один промок от противника. В втором тайме уже утихли чуть-чуть. Не попадает в мяч. Пожалуйста, но близко к этому. У нас 3-1. Удары 12-5. Удары свой 9-1. Вадим Ющу 55-45. Процент помечает 4-3. Драма 1. Но это опять у нас... Вот так вот, блин. Он из травмы вышел, забил гол и получил травму. Тоши паса у нас 75. У них 20% удара. Тоши паса 80-81. Вот такой у нас матч произошёл. Давайте в пресс-конференцию. Давайте продолжать. Очень жаль, что получил сегодня травму и не выйдет на поле в течение ближайших 5 дней. 5 недель, что ли? 5 дней. Скоро возвращение будет нелегко. Скорее возвращение... Команда будет его не хватать. Жалею ему скорее восстановить, выздоровить. И вознобить тренировочки. Блин, ну конечно вам. Но снова... Вы снова выиграли, скажите, клуб хорошо играл. Вот противник клуб. Заслуга игроков. Игроки молодцы. Очередная победа. Полностью их заслуга. Вы снова выиграли, скажите, клуб хорошо играл. Блядь, вы чё, ебанулись, блядь. Один тоже вопрос, блядь. Нас не остановить. Так сделаем опять. Игроки молодцы, очередная победа. Полностью их заслуга. Заебись. Вот это, блядь, поворот я не ожидал. Спасибо за всё. Вопросы подошли к концу. Этот, я не ожидал, что вопрос будет одинаковый. Чё, у нас задачи не выполнили? Да ладно, задачи у нас не выполнили. Как мы обсуждали в начале сезона, интересование развития молодёжи является важной задачей в нашем клубе. Один есть такой, понятно. Игрок трамил на 5 дней. А там, бля, опечатка была на пенере. Вот и у нас теперь кубок. То мы будем играть в следующей серии уже. А мы сюда переходим к развить игрокам. А кто у нас? У нас только этот, бля, качается. 70 пока у нас игроков нету. Очень жаль. 70 у нас пока игроков нету. Всё, расчёт итогов. Смотрим, что у нас тут повышение может получит. В данный момент нет, но дело, защитник у нас приближается до повышения. Это очень замечательно. Так, заходим сюда, посмотрим турнирную таблицу. Мне очень интересна турнирная таблица. Это мы успеем ещё посмотреть ситуацию, потому что мы уже играть будем так. Понятно. Всё ясно. Та команда, которая второе место занимала, она проиграла. А которая третье место занимала, она, получается, выиграла. Если не ошибаюсь, я. Это можно посмотреть или кое-просто вот здесь вот. Ну, не сказать, неохота нас объели. Ну, пока мы отрываемся на новую очку. И третье место, и то же самое, недалеко. Только в четвёртое место у нас изменения пошли. Блин, это слишком. Вот вы сами видите, 62, 61, 60, 59, 58, 54. Уже 54 более-менее. И там 53. Вот 54 по 62 как-то ещё отрывание какое-то есть. Это от какого места? От чистого места. Так, приблизительно, от первого, второго, третьего, четверого, пятого места, мы прям хорошо сидим плотно между собой с пяти местами. Можно сказать так. Это у нас там вообще в жопе мира. 14 очков. Ну, понятное дело. Здесь, конечно, ух, у них две игры всего же выиграно. У меня было такое временное, что я проиграл, проигрывал тем командам, которые вообще в жопе мира находятся. И эти две игры, это наш. Так, у нас по забитым головам 37 плюс. Ни у кого такого возможности нет. 55 голов. И тут есть, которые 62 забивают, но при этом мы меньше всех пропускаем. Такие дела у нас. Ну, ладно. На этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии и другие прохождения. Всего удачи вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok